Привет! Меня зовут Назар Давыдов. Человек, который вам нужен, особенно в Турции. Сегодня у нас снова эксперимент. Я хочу вам показать в новом формате очень красивое место в моей любимой Турции, которое можно посетить в любое время года. Напишите в комментариях, нравится ли вам такие обзоры и какие места вы еще хотели бы увидеть на моем канале. Сегодня вам покажем одно из мест, которое стоит посетить. Зеленый каньон. Настоящий райский уголок в природном заповеднике, расположенном в горах Тавр. В 25 километрах от города Сиде он раскинулся на 14 километрах и является участием огромного водохранилища. В конце 70-х годов города Манавгат и Сиде, когда только-только начинали разрастаться, возникла необходимость в крупном источнике питьевой воды и электроэнергии. Эти ресурсы решили извлечь из каскада горных озер Ой-Мапинар, которые в 1984 году были перекрыты несколькими дамбами. Еще в античные времена римляне создавали здесь сеть водохранилищ, которые питали античный город Сиде и поля вокруг него пресной водой по многокилометровому акведуку и подземным тоннелям, построенному еще Александром Македонским. Это было настоящее чудо древней инженерной мысли. Каньон представляет собой долину, которая полностью залита водой. Сюда стекается вода из 27 природных источников, образуя глубокое озеро. Благодаря ощущению прохлады, даже в самый жаркий и знойный день, находиться тут приятно и комфортно. Так вот, чаще всего туры отправляются из Анталии, Сиде, Белека и Алания и стоит всего около 40 долларов. Если же вы решите добираться сюда самостоятельно, то съехав по указателю с основной трассы Анталия-Алания, вам надо проехать 87 километров. Локацию я оставлю в описании, так что не потеряйтесь. Вам нужно двигаться в горы по направлению к реке Манавгат. Въезд на территорию ГЭС охраняемый, но свободный для всех желающих. Машину можно оставить на стоянках или до тоннеля. После любования красотами водохранилища, с обзорной площадки можно купить билет на деревянный гулет. Это деревянная лодка или катамаран. И отправиться вглубь каньона, где он предстанет во всей красе. Когда вы оказываетесь в этом дивном месте, у вас просто дух захватывает от зеленовато-бирюзовых вод, голубого неба и скал, покрытых деревьями. На вершинах можно увидеть гнезда орлов, которые тоже облюбовали эту местность. Кристально чистая и прохладная вода просто изумляет и придает сил для следующих приключений. После купания, при желании, можно и порыбачить. Все снасти обычно находятся на плотине. Для желающих просто расслабиться и отдохнуть. На территории заповедника есть гамаки. Оборудованные места для проведения пикника и детские площадки. Это идеальное место для пикников, качественных пейзажных фотографий и получения эстетического удовольствия. Пленительная красота и величие изумрудной поверхности воды обрамлены здесь богатейшей природой. Идеальное место для отдыха всей семьей в любое время года. Так и хочется парить над всем этим великолепием вместе с орлами. Спасибо Игорю за помощь в съемках. Кстати, у него есть и свой канал, на который он выкладывает красивые виды Турции с высоты птичьего полета. Проходите и подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить в эре жизни.